Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». В гостях у меня сегодня Алена Воропаева, курсант 4-го курса Академии ВСИН. Алена, здравствуй! Сегодня ты здесь у нас в гостях не только как курсант Академии, но и как участница Международного молодежно-образовательного форума Евразии. Вот давай начнем с того, что ты расскажешь, что это был за форум, что ты там делала, что там вообще происходило. Данный форум проходил в городе Оренбурге, в нем приняло участие более 800 человек из разных стран, в которых насчитывалось порядка 86. В ходе форума с нами проводились разные беседы на темы политики, на темы образования, то есть всестороннее развитие. Да, это было очень интересно услышать мнение экспертов, мнение спикеров, также зрители, то есть такие же участники, как мы, могли задавать вопросы им, то есть узнать их компетентное мнение по поводу той или иной ситуации. Естественно, это все было очень интересно и познавательно. Как ты вообще попал на этот форум? Я ставила заявку на сайте Росмолодежи и мне ее, собственно говоря, подтвердили. Так и попало. Ну и что больше всего тебе понравилось? Что для себя вынесло? Какие-то новые знания? Ну, в первую очередь это эмоции и тот опыт, который я там получила, потому что общались и с другими участниками тоже. Их было там очень много и все всесторонне развиты. И каждый активист в той или иной сфере. И, конечно же, это и знакомства новые. Я надеюсь, что тот опыт, который я там приобрела, я надеюсь, что мне удастся осуществить здесь. Я надеюсь, что это будет не только в стенах Академии, но и в самом городе Рязани мне это удастся сделать. Помимо того, что лекции все делились опытом, что еще проходило во время этого форума происходило? После всех этих лекций нам было предложено. Либо вы продолжаете курс лекций, но уже по отдельным темам. Это такие, как медиа, политика и другие. Или же вы можете принять участие в создании кейс-проектов. Слово для меня было незнакомое. Тем более, я вообще впервые на мероприятии подобного уровня. И, естественно, мне захотелось узнать, что же это такое. Так, я пошла в секцию волонтерства. Так как этим я занимаюсь в Академии. Я пошла в волонтерство. Там нам предложили выбрать актуальную проблему социально-экономическую, которая существует среди стран СНГ. И предложить, попробовать предложить ее решение. Нас поделили на команды. В моей команде, она была такая смешанная, так сказать, были представители из Липецка, Астрахани, также из Таджикистана и Казахстана. Довольно колоритная команда была. Мы выбрали тему, проблемой мы выбрали малоразвитое волонтерство. Малоразвитое, но из-за того, что существует недопонимание среди наших культур. Конечно, мы глубоко махнули, но предложили решить ее с помощью проведения образовательного квеста. То есть, в чем заключается суть? Квесты это сейчас довольно молодое и очень модное направление, особенно среди молодежи. И чтобы как-то объединить молодежь, тем более из-за разных наций, мы предложили провести такие квесты. Суть их заключается в чем? Каждая остановка будет посвящена определенной теме. То есть, команды будут смешаны, в первую очередь, естественно. И командам нужно будет на этих основках решить задания какие-то, какие-то испытания на тему музыки, религии, на тему национальных героев. Также туда национальный костюм, обычаи и традиции. И, в принципе, можно включить любую тему, которая входит в культуру. Сколько времени вам давалось на подготовку? Крайне мало, потому что это все было в сжатые сроки. Форум всего 4 дня проводился. И нам было отведено всего 2 часа, чтобы подготовиться. И на следующий день, уже перед защитой, минут 20 нам дали, чтобы собрать все в кучу, грубо говоря, и уже быть готовыми к выступлению. Нервничали сильно, мандражировали, что называется? Безусловно. Во-первых, мы не знали, как примет жюри наш проект, потому что, в принципе, квесты, их много кто проводит, но так глубоко еще не замахивались. В результате как все получилось? В результате мы защитили свой проект, и жюри одобрили, они нас поддержали. Очень странно, даже вопросов практически не было к нам. То есть вопросы были направлены именно на организацию, как это все будет происходить. Эта модель абсолютно универсальная, то есть ее можно проводить как в рамках ВУЗа, так и между ВУЗами, то есть сотрудничество. Почему мы думаем, что это будет развивать волонтерство, то есть в странах СНГ? Главной нашей целью является привлечь их к этой активной деятельности и дальше уже привлекать их именно к волонтерству. То есть пригласить их организовать такой же проект в другом ВУЗе. И после уже выпуска, так как мы предполагаем, что команды у нас будут смешанные, после выпуска, когда они поедут в свои регионы, области или же в свои другие страны, страны СНГ, как и было по нашему заданию, они смогут спокойно организовать этот же проект, так как у них будет уже опыт организации и так как это им будет интересно. Я считаю, что молодежи очень важно выходить из домов и общаться именно друг с другом. Алена, а у тебя у самой есть какой-то опыт волонтерства? Да, опыт есть. У нас у академии есть подшефные детские дома. Мы там проводим работу с детьми, то есть и рисуем, и спортивные игры играем, в общем, занимаемся с ними. Также я проводила уроки мужества со школьниками, и начальная школа, и старшая школа, агитация, также поступление в академию. То есть, ну, в основном мне нравится работать с детьми, как бы это интересно. Помимо этого, чем еще увлекаешься? Вот в каких-то, наверное, еще конкурсах, да, принимаешь участие в мероприятиях всевозможных? Помимо волонтерства я занимаюсь наукой. У нас и в стенах академии, и за пределами проводится много различных научных конференций. И я стараюсь принять участие, написать какую-то научную работу и выступить с ней. А в какой области наиболее тебе интересны науки? Ну, я сотрудник тылового, я будущий сотрудник тылового обеспечения и в сфере экономики, и вот во всем этом. Основная моя работа, которая наиболее мне запомнилась и актуальна сейчас, это использование интернет-маркетинга в исправительных учреждениях и непосредственно в уголовно-исполнительной системе. Вот с этой работой я наиболее часто выступаю, и она сейчас актуальна. А вот скажи, пожалуйста, как ты все успеваешь, и не мешает вот учебе такая занятость? Конечно, первое время было тяжело, потому что я направлена с Краснодарского края, и освоиться здесь было довольно-таки нелегко. Но и Академия, и сотрудники с преподавателями нас поддерживали, они стараются курсантов завлечь по максимуму во все мероприятия, которые проводятся у нас в стенах Академии. А ну вот какие-нибудь творческие планы свои ближайшие? Раскрой. Ну, на данный момент я являюсь председателем Совета курсантского самоуправления, и как председатель мне хотелось бы организовать несколько мероприятий. В первую очередь у нас проводится игра, ну вот второй раз хотелось бы ее провести. Академик называется, то есть викторина интеллектуальная, абсолютно на разные темы, но это был бы первый этап. А вторым этапом хотелось бы, конечно, пригласить другие вузы, именно Рязани, потому что совместных мероприятий у нас нет, хотелось бы совместно с ними провести. Ну что ж, спасибо тебе огромное, желаю удачи во всем нашим телезрителям. Напомню, в гостях у меня сегодня была Алена Воробаева, курсанты четвертого курса Академии ВСИН России. Это программа «Городские встречи». Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова